Всем привет из Харькова и Сиркасской Лозовой. Здравствуйте дорогие друзья! Сегодня 14 декабря 2020 года и я Тала Хухрянская. Пока что снимаю из окна, но сейчас выйду и на улицу. Хочу показать вам что у нас творится, но это не только здесь, вот вообще в Харьковской области и наверное по всей Северной Украине, исключая южные районы, там где идет просто дождь, а у нас после сильных морозов, ну как сильных, ночью было минус 12, днем поменьше и естественно земля промерзшая и несмотря на то, что температура немножко повысилась, днем примерно от нуля до минус 2, ночью минус 3, минус 4 и идет дождь и все это моментально замерзает на земле, так как земля замерзшая и такого гололеда я вообще не помню в своей жизни. На улице просто толстая такая, толстенная корка льда, так как дождь идет и все сразу замерзает. Собака моя не могла как следует выгуляться, лапки разъезжаются и тем более, что у меня участок такой неровный, а горочки такие, пригорочки и собака вниз съезжает буквально на растопыренных лапах. Вот, а сейчас я показываю пруд, ну это я уже снимала, сейчас открою окно, чтобы получше было видно. Туда дойти мне очень тяжело будет, чтобы не шлепнуться. Можно ходить вот более-менее только по траве, а по дорожкам это очень опасно. Вот смотрите, вот лунку я пробила, это я уже в предыдущем видео показывала, когда было минус 12, то обогреватель мой водный специально для пруда не справился. И также работает там компрессор, вон даже отсюда видно, как вода движется, вот бурлит. Вот, и лунка замерзла, и поэтому я пошла, у нас напротив растет камыш, напротив двора. Камыш там и всякие такие болотные растения, потому что здесь низина. Здесь вот когда копался пруд, то внизу уже была струйка воды, фонтанчик такой, ручеек вытекал. И я нарезала камыша и вставила его вот в луночку, а рядом пробила другую лунку, рядом с обогревателем. Вот его за снопиком сейчас не видно, там стоит такой стержень, ну кто не знает, объясняю, вот такой стержень специально для прудов продается. Обогреватель, он нагревается, мощность всего 200 ватт, бывают 300 ватт, бывают 100 ватт, для совсем крошечных прудиков. И вот до конца недели передают такую же температуру, а потом немножко похолодания, до минус 5-6, потом через 10 дней, смотрела погоду на 10 дней, там уже минус 8 передают. В общем, не знаю, что будет. В городе то посыпают дороги, конечно, и мой внук выезжал на машине, сегодня я звонила ему. А здесь, в деревне, конечно, никто дороги не посыпает, только чистит трактор от снега, когда выпадет много снега. А во дворе то я не хочу посыпать солью, чтобы растениям не повредить и нет особой необходимости куда-то выходить. А куча песка замерзла, там песок сейчас не откопаешь, чтобы песком посыпать. Но так как идет дождь, то это мало что даст, надо посыпать все время. Сейчас покажу, что на улице делается, возле порога. Я пришла уже на улицу, и так как у меня здесь навесик, вот в этом году появился он вдоль веранды, то под навесом вот здесь сухо, плитка сухая. Вот я вышла в тапочках, и можно ходить нормально. А дальше нет, вот здесь, где заканчивается навес, тут уже слой, такой приличный слой. А здесь, где вода стекала, вот как я сказала, у меня везде горки такие, вот горки, горки. Вот. Здесь, где вода стекала, здесь вообще приличный слой льда. Вот. И здесь, на огороде, там где покопано, видите, вот где покопано, это блестит, это не снег, это лед. Ужас, такого я не помню давно. Но, и боюсь, как бы не попрели, не погнили мои ирисы под такой коркой льда. Им некомфортно. Однажды уже такое было. Примерно, это был 2005, что ли, год. Вот, когда третья часть моей коллекции попрела, задохнулась под коркой льда. Ну, в таких случаях надо просто походить и поразбивать эту корку. Просто ногами потоптаться, чтобы был какой-то доступ воздуха. Вот, видите, здесь вот дорожка, вот калитки идет, вот эта горка, вот по этой дорожке моя собака ходит гулять. Вот. Не ходит, а сижает буквально с этой горки. Ой, кошмар. Ну, и дождь продолжает идти. Видите, вот с трубы течет вода. Вот. Небольшой дождик, такой кап-кап, но все-таки это дождь, а не снег. Температура сейчас на улице, я посмотрела, 0 градусов. А вот такие у нас чудеса происходят в природе. Так, а ну, сейчас вот дойду туда до угла еще, посмотрю, что там делается. Если смогу, то дойду до грядок с сирисами. Посмотрите, насколько там корка льда покрыла эти грядочки. Ой, здесь, видите, вот по копанному невозможно ходить. Видите, это лед. Это белое, на самом деле оно просто блестит на камеру. Но это лед, это не снег. Снега у нас еще не было. Первый снег был, но он очень быстро растаял после дождя. Ой, ну сейчас вот с краюшку посмотрю. На вот эти ирисы, вот травка, вот здесь вот более-менее можно еще встать ногами. Так, а ну, лед, не знаю, не знаю, есть ли им там доступ воздуха. Вот кошмар, ужас. Ну, я думаю, мороза сейчас нет. Вот, и там маленькие все-таки отверстия должны быть. Если хоть чуть-чуть воздуха поступает туда, то ничего страшного, думаю, не случится. Ну, доживем до весны, посмотрим. Сейчас я практически сделать ничего не могу. Потому что настолько сильно тут все замерзло. Вот видите, ногой становлюсь. Вот, а все равно, эта пленка льда, корка льда, она не разрушается. Вот, в общем, не знаю, как спасать это все. И здесь на дорожке, видите, вот все блестит. И такой толстый слой льда. И все обледенело, деревья обледенели. Вот, это душ на улице, душевая кабинка вот обледенела. Ну, просто ужас. Иду обратно, возвращаюсь. Как бы тут не шлепнуться. Ой. Так, все. Большое спасибо, кто был со мной, кто вот это все посмотрел до конца, дорогие друзья. Поддержите мой канал лайками. Комментарии любые принимаю. Ну, очень плохие, я думаю, не стоит писать. Мой канал не заслуживает такого. Ну, на все комментарии стараюсь отвечать. Всем большое спасибо за просмотр, за подписку на мой канал. И до следующей встречи в новом видео. Субтитры сделал DimaTorzok